Издательство Эксмо. Хелен Филдинг, Бриджит Джонс. На грани безумия. Посвящается всем Бриджит. Понедельник, 27 января. 58,5 кг. Одно сплошное жировое отложение. Романы. Одна шт. Ура! Секс. 3р. Ура! Калорий. 2100. За счет секса сожжено 600. Так что в итоге 1500. Образцово-показательный результат. 7.15. Ура! Годы мрака и страданий позади. Уже 4 недели и 5 дней я состою в здоровом союзе со зрелым представителем мужского пола, доказывая таким образом, что я вовсе не неудачница в любви, как раньше опасалась. Чувствую себя превосходно. Просто великосветская новобрачная, какая-нибудь Джемайма Голдсмит в шляпке с вуалью, открывающей очередной центр для раковых больных. А все смотрят на нее и представляют в постели с Имраном Ханом. Имран Хан родился в 1952 году. Знаменитый пакистанский игрок в крикет и политический деятель Джемайма Голдсмит родилась в 1974 году. Героиня светских хроник Великобритании, получившая особую известность благодаря браку с Ханом, состоявшемуся в мае 1995 года. О! Марк Дарси пошевелился. Может, сейчас проснется и поговорит со мной на какие-нибудь общественно значимые темы. 7.30. Марк Дарси не проснулся. Придумала. Сейчас встану и приготовлю ему потрясающий завтрак. Пожарю сосиски, яйца, грибы. Или приготовлю яйца по-бенедиктински. А может, по-флорентийски. 7.31. Только надо понять, что это такое. Яйца по-бенедиктински и по-флорентийски. 7.32. Правда, ни грибов, ни сосисок в доме нет. 7.33. Да и яиц тоже. 7.34. Ну, если уж на то пошло. И молока нет. 7.35. Так и не проснулся. М-м-м. Какой он красивый. Мне нравится смотреть, как он спит. Очень сексуальные широкие плечи и волосатая грудь. Нет, конечно, я не воспринимаю его просто как сексуальный объект. Его ум меня куда больше привлекает. М-м-м. 7.37. Так и не проснулся. Да. Шуметь нельзя, это понятно. Но может, удастся незаметно пробудить его, посылая мысленные сигналы. 7.40. Возьму-ка я... А-а-а-а... 7.50. Марк Дарси резко сел и завопил. «Бриджит, когда ты, черт возьми, прекратишь смотреть на меня, пока я сплю? Поищи себе другое занятие». 8.45. Кафе Коинс. За чашкой капучино в комплекте с шоколадным круассаном и сигаретой. Какое облегчение курить не таясь. И не строить из себя паиньку. Не так-то просто, когда у тебя в доме мужчина. В ванной не проторчать, сколько требуется. И газовую камеру из нее тоже не устроить. Вдруг он на работу опаздывает. В туалет страшно хочет. И т.п. К тому же Марк Дарси аккуратно складывает трусы перед сном, в связи с чем мне теперь как-то неловко просто сваливать свою одежду в кучу на пол. А сегодня он опять будет у меня, поэтому надо обязательно сходить в магазин до или после работы. Точнее, не то, чтобы надо. Ужасающая правда состоит в том, что я прямо-таки хочу это сделать. Откровенное проявление атовистических инстинктов, о котором ни в коем случае нельзя рассказывать Шерон. 8.50. Интересно, каким Марк Дарси мог бы стать отцом? Отцом ребенку, конечно. Не мне. Такая мысль была бы нездоровой. Что я? Эдип какой-нибудь. 8.55. Так, не надо циклиться на одних и тех же мыслях и слишком много мечтать. 9.00. Интересно, юный Джеффри Олканберри позволит нам на приеме поставить свой шатер у них на лужайке, а? Мама заваливается в мое кафе, будто так и надо. На ней плессированная юбка и желтая-зеленая куртка со сверкающими золотыми пуговицами. Точный инопланетянин явился в палату общин, побрызгал по сторонам слезью и спокойненько уселся в переднем ряду. «Привет, доченька!» — прощебетала она. «Я как раз шла в Деббенхэмс и вспомнила, что ты тут всегда завтракаешь. Дай, думаю, загляну спросить, когда мы пойдем определять твой цветовой тип?» «Ох, кофейку хочется!» «Ты не знаешь, мне тут молоко подогреют!» «Мама, я же говорила, никакой тип я определять не собираюсь!» Буркнула я, краснее, потому что все стали на нас глазеть. К столику подошла измотанная официантка. «Ну что ты за упрямец, доченька! Пора заявить о себе! В твоих тусклых тряпках далеко не уедешь! Ах, добрый день!» Мама включила свой специальный голос для общения с обслуживающим персоналом. Из серии «Я буду с вами чрезвычайно любезна и стану самым особенным из всех клиентов, хотя зачем это нужно?» Совершенно непонятно. «Так, так, так, посмотрим, что у нас тут есть. Пожалуй, я возьму кофе. Сегодня утром я выпила столько чаю со своим мужем Колином в Графтон-Андервуде, что на чай смотреть больше не могу, а молоко вы могли бы подогреть. Холодное молоко мне в кофе нельзя, у меня от него пищеварение расстраивается. А моя дочь Бриджит закажет!» Почему родители так себя ведут? В чем дело? Просто пожилым людям не хватает внимания, и они стараются его к себе привлечь? Или это с нами, жителями мегаполиса, не все ладно? Мы чересчур озабочены своими делами и никому не доверяем, а потому не можем быть открыты и дружелюбны. Когда я только приехала в Лондон, то всем вокруг улыбалась, пока какой-то тип на эскалаторе не кончил мне сзади на пальто. «Эспрессо, американо, латте, капучино с понежным содержанием жира, без кофеина», затараторила официантка, сметая с ближайшего столика тарелки и с обвинением, глядя на меня, будто это я виновата в поведении мамы. Один капучино без кофеина и один латте. Извиняющимся голосом тихо проговорила я. «Какая неприветливая девушка! Она что, говорить по-человечески не умеет?» возмущенно сказала мама ей в спину. «Странно тут жить, правда? Ну и ну, выбрали, что надеть с утреца». Я проследила за ее взглядом и за соседним столиком увидела расфуфыренных девиц из золотых неформалов. Одна стучала по клавишам ноутбука, на ней были огромные ботинки, легкая юбка и растаманский берет, из-под которого во все стороны торчали волосы. Другая в туфлях от Прада, шерстяных носках, спортивных шортах, дубленке из ламы длиной до пола и бутанской шерстяной пастушьей шапке с наушниками орала в мобильный телефон. «Ну, а он мне говорит! Еще раз увижу, как ты эту дрянь куришь, выгоню вон из квартиры!» А я ему «Да пошел ты, папаша!» Ее шестилетний сын жалким видом ковырялся в тарелке с картошкой. Эта девушка и сама с собой также разговаривает. «Нет!» — задалась вопросом мама. «Странно тебе тут жить, наверное. Не лучше ли среди нормальных людей находиться?» «Да нормальные тут люди!» Озлобленно сказала я и в подтверждение своих слов кивнула на улицу, где в этот момент к несчастью проходила монашка в коричневом облачении, толкавшая перед собой коляску с двумя детьми. «Видишь, вот почему у тебя все в кривь да в кость идет!» «Ничего у меня ни в кривь и ни в кость!» «Кого ты пытаешься обмануть?» — воскликнула она. «Ладно! Как у вас с Марком?» «Прекрасно!» — мечтательно улыбнувшись, ответила я, и тут она на меня пристально поглядела. «Ты ведь не собираешься с ним! Сама понимаешь, что он ведь тогда на тебе не женится!» «Р-р-р…». Только я начинаю встречаться с мужчиной, с которым она сама же меня усиленно сводила полтора года. «Сын мамкаль мой, олень, доченька, разведен, очень одинок и ужасно богат». И вот уже чувствую себя участником военных учений, который преодолевает препятствия, карабкается на стены и лазает по веревочным лестницам, чтобы добыть для мамы большой серебряный кубок со свадебной символикой. «Ты же знаешь, что они потом говорят!» — продолжала она. «Она слишком доступная!» Когда Мерл Роберт Шоу стала встречаться с Персивалем, мама сразу ей сказала «Смотри, пусть он эту штуку достает только, чтобы пописать!» «Мама!» — возмутилась я. Это было уже слишком. Полугода не прошло с тех пор, как она вовсю крутила любовь с португальским каторжником в элегантном костюме. «О, кстати, я тебе говорила!» — прервала она меня, с легкостью переходя на другую тему. «Мы с Юной едем в Кению!» «Что?» — возопила я. «Мы едем в Кению! Только представь, доченька, в самую настоящую Африку!» В голове у меня все завертелось. И пошел поиск возможных объяснений услышанному. Будто в игровом автомате, где крутится изображение фруктов, а потом останавливаются, выдавая результат. Мама решила стать миссионером. Мама пересмотрела на видеофильм «Из Африки» — картина американского режиссера Сидни Поллока, действие которой происходит в колониальной Кении. Мама решила вступить в ряды организаций по защите животных и заняться разведением львов. «Да-да, доченька, мы хотим поехать на сафари и познакомиться с племенем Масай, а потом пожить в отеле на море!» Игровой автомат с лязганьем остановился и выдал отвратительный образ. Пожилые немки занимаются на пляже сексом с молодыми африканцами. Я не моргая уставилась на маму. «Надеюсь, ты не собираешься опять пускаться во все тяжкие?» Спросила я. Папа только-только пришел в себя после истории с Жулио. Право слово, доченька! Не понимаю, из-за чего было устраивать такой ажиотаж. Жулио был просто моим другом, другом по переписке. Всем нужны приятели, доченька. Даже если у тебя все великолепно в браке, общения с супругом недостаточно. Надо иметь друзей всех возрастов раз, вероисповеданий и из разных племен. Нужно расширять свое сознание. «Когда вы летите?» «А, не знаю, доченька. Пока это просто идея. Ну, мне пора бежать. Чао!» «Мать твою! Четверть десятого. Опоздаю на планерку. Одиннадцать ноль ноль. На работе. Крупно повезло. Опоздала на планерку всего на две минуты. К тому же скомкала куртку, так что получилось, будто я в офисе уже давным-давно и задержалась по срочному и сугубо рабочему делу в другом отделе компании. С уверенным видом прошла через огромную комнату, заваленную характерными для низкопробных дневных передач предметами. Тут надувная овца с дыркой в заднице. Там огромное фото Клаудии Шифер с головой Мадлен Олбрайт. Здесь большой плакат с надписью «Лесбиянки! Прочь, проч, проч!» и приблизилась к столу. Сидя за которым, Ричард Финч в темных очках с баками и в ужасающем костюме сафари стиля 70-х, плотно облегающем его дородное тело, орал на своих двадцатилетних подчиненных. «Давай, Бриджит, растяпа! Ты наша пунктуальная!» — прокричал он, заметив меня. «Я тебе плачу не за то, чтобы ты куртки комкала и делала невинную рожу. Я тебе плачу за то, чтобы ты являлась вовремя и идею выдавала!» Слов нет. Выдерживать такие издевательства изо дня в день выше сил человеческих. «Так, Бриджит!» — проревел он. «Берем новых лейбористов, женщин, имидж и задачи. В студии берем Барбару Фоллит. Пусть она мне переделает Маргарет Беккет. Мелирование, маленькое черное платье, чулки. Хочу, чтобы Маргарет превратилась в ходячий секс». Иногда кажется, что бредовость заданий, которые дает мне Ричард Финч, пределов не имеет. Однажды мне придется упрашивать королевского егеря, чтобы он побегал голым по охотничьим угодям, преследуемой стаей разъяренных лисиц. Нужно найти более достойную, приносящую удовлетворение работу. Может, в медсестры податься? Одиннадцать ноль три. За рабочим столом. «Так, позвоню в пресс-службу либористской партии». Ммм, в голове постоянно всплывают сцены вчерашнего секса. Надеюсь, я не слишком довела сегодня утром Марка Дарси. Стоит ли позвонить ему на работу? Или еще слишком рано? Одиннадцать ноль пять. Да, недаром в книге «Как найти свою любовь» или это в другой «Как сохранить обретенную любовь» говорится, что гармония между мужчиной и женщиной штука непростая. Мужчина-охотник. Он должен преследовать. Подожду. Пусть он сам мне позвонит. А пока лучше просмотрю газеты. Поднаберусь информации о политике новых либористов. Вдруг и правда удастся заполучить Маргарет Беккет. На... Одиннадцать пятнадцать. Снова вопли Ричарда Финча. Женщин либористок меня переводят на репортаж про лисью охоту. У меня будет прямое включение из Лестершира. Только не надо волноваться. Я уверенная в себе состоявшаяся женщина, умеющая справляться с трудностями. Чувство самоуважения рождается у меня изнутри и не зависит от внешних обстоятельств. Я уверенная в себе. Состоявшаяся. О, Господи. Какой же там дождь льет. Не хочу выходить на улицу, словно прыгать в бассейн и холодильник одновременно. Одиннадцать семнадцать. Вообще-то, оч-хор, что мне дают интервью. Это большая ответственность. Ну, относительно большая, конечно. Не то, что принимать решение о бомбардировках Ирака или проводить операцию по пересадке сердца. Но задать лисоубийце жару перед камерой тоже неплохо. Чем я хуже Джереми Паксмана, берущего интервью у посла Ирана или Ирака? Джереми Паксман, британский журналист и телеведущий, известный жесткой агрессивной манерой ведения интервью. Одиннадцать двадцать. Может, меня даже попросят сделать пробный репортаж для событий дня. Одиннадцать двадцать одна. Или серию коротких спецрепортажей. Ура! Так, надо найти нужные материалы. Ой, телефон. Одиннадцать тридцать. Сначала решила трубку не брать. Но потом подумала, а вдруг это мой интервьюируемый сэр Хьюго Бойтон Лиса Киллер. Хочет мне объяснить, как к нему добираться. Мимо силосной ямы свинарника будет по левую руку и т.п. Это оказалась Магда. «Бриджит, привет!» Я звоню сказать. «В горшок, в горшок, в горшок дуй!» Послышался громкий шум, звук воды из ванной и страшный крик, сопровождающийся словами. «Сейчас я тебя отшлёпаю! Сейчас отшлёпаю!» «Магда!» Прокричала я. «Я тут!» «Извини, дорогая», — проговорила она, вернувшись. «Я просто хотела сказать. Держи пипку над горшком! Над горшком! Не будешь держать, всё польётся на пол!» «Я вся в работе!» — умаляющим тоном произнесла я. «Мне через две минуты надо в Лестершир выезжать!» «Отлично! Молодец! Сыпь мне соль на рану! Ты вся такая занятая и значительная, а я торчу дома с двумя существами, которые говорить-то по-человечески ещё не научились. В общем, я просто хотела сказать, что договорилась со своим мастером, он придёт к тебе завтра делать полки. Прости, что влезла к тебе со своей домохозяйской скукотищей. Его зовут Гарри Уиллшоу. Пока!» Перезвонить ей я не успела, потому что телефон снова заголосил. Это оказалась Джуд, которая еле могла говорить о трыдании. «Успокойся, Джуд, успокойся!» — повторяла я, прижимая трубку подбородком и пытаясь запихнуть в сумку газетные вырезки. «Это опять Ричард!» О боже! Под Новый год нам, Шэрон, удалось, наконец, довести до сознания Джуд, что если она ещё хотя бы раз позволит себе поговорить с поганцем Ричардом о зыбучих песках его психологических проблем, то её придётся класть дурдом, и не будет у них тогда никаких отпусков, походов к психологам и вообще никакого будущего, пока через много-много лет её не выпустят и не позволят наблюдаться амбулаторно. У Джуд произошёл мощный прилив любви к себе. Она бросила Ричарда, сделала стрижку и стала ходить на свою респектабельную работу в сети, в джинсах и кожаных жакетах, в связи с чем все её коллеги мужского пола, раньше лишь праздно задававшиеся вопросом, что же там у Джуд под строгим костюмом, испытали мощный прилив тестостерона, и теперь каждый вечер она болтает по телефону с новым поклонником. Однако поганцу Ричарду всё равно каким-то образом удалось её опечалить. «Я разбирала вещи, которые он оставил, всё хотела повыбрасывать, и тут нахожу книгу, которая называется... называется...» «Успокойся! Успокойся! Как называется?» «Как заводить романы с девушками помоложе!» «Руководство для мужчин старше тридцати пяти!» «Господи Иисусе! Мне так плохо! Так плохо!» Продолжала она. «Я больше не могу ни с кем встречаться, блуждать в тёмном лесу! Останусь одинокой на всю жизнь!» Передо мной встала сложная задача — не оставить подругу без утешения и в то же время не слишком катастрофически опоздать в Лестершир. «В итоге я прибегла к простейшим подручным средствам. Может, он её специально оставил?» «Кто-кто, а ты-то одинокой точно не будешь!» «И т.п.» «Спасибо тебе, Бридж!» Поблагодарила Джуд, похоже, немного успокоившись. «Сегодня вечером увидимся!» «А ко мне вообще-то Марк приходит!» Повисло молчание. «Что ж...» В её голосе почувствовался холодок. «Ладно, раз так, желаю хорошо провести время». Продолжение следует... ... Продолжение следует...